Привет, друзья! С вами Макс и очаровательная львица. В этом видео я хочу показать вам несколько интересных вещей, которые есть в моей новой квартире. Мы с Юлей сейчас снимаем эту квартиру в городе Новороссийск. О городе я расскажу попозже. У меня уже были видео про квартиру в Крыму, про квартиру в Китае и про квартиру в Питере. Вот, можете посмотреть. Там есть вся базовая лексика. Сегодня не про квартиру, а про вещи, которые есть в этой квартире. Про интересные вещи, которые остались еще с Советского Союза или которые, как эта картина, являются такими постсоветскими вещами. Давайте начнем. Мне нужно больше света и иногда люди выворачивают лампочки, чтобы экономить электричество. Но мне нужно больше света, поэтому я ввернул лампочки, чтобы было больше света. Теперь хорошо. Итак, давайте начнем с коридора. Здесь уже есть несколько интересных элементов. Ну, первое. Мне очень понравилось вот это зеркало. Это зеркало. Вроде обычное круглое зеркало, но это зеркало сделано из какого-то такого хорошего металла. Может быть, это чугун, может быть, еще что-то, потому что оно очень-очень тяжелое. И видите, какой интересный орнамент. Вот. Такое вот интересное зеркало. Сейчас я попробую его повесить. Фух! Окей, зеркало. Дальше. Народное, традиционное, народное русское творчество или ремесло. Да, мы называем это ремеслом. Какой-то человек, ремесленник сделал это. Он сплел эту корзинку. Видите, это абсолютно такая плетеная, плетеная корзинка. Она сплетена из лозы. Мне кажется, очень красиво. Да. Это один элемент. Другой элемент. Это уже историческая часть. Вот здесь находится, я не знаю, наверное, панно. Я бы назвал это панно. Но, может быть, я не прав. И здесь написано Олимпиада, восьмидесятый год. Да. Это имеет отношение, конечно, к Олимпиаде, которая проходила в Москве в 1980 году. Ну, правда, само панно не очень интересное, как мне кажется. Но... Кстати, это знаете что? Это даже, наверное, это чеканка. У меня есть подозрение, что это чеканка. Но я не уверен. Окей, в любом случае, вот такой интересный всадник. Всадник на коне. Следующий элемент. Этот... Эта штука была в каждой российской, в каждой советской, а потом и российской семье. Это утюг. Вот этот утюг, я вам потом его покажу, он был просто у всех. Посмотрите, да? Электроутюг. Электрическоютия. Не знаю, какой это язык. И электрик айрон. Да? Круто! На трех языках. В общем, это просто... Вон, здесь даже написано Made in USSR. То есть это такой, ну, стандартный утюг. У всех моих знакомых был этот самый утюг. Вот такой вот, да. Там была функция, значит, отпаривателя. Когда утюг отпаривает одежду, да. Ты туда льешь воду, и можно отпаривать вещи. Ну, еще я тут нашел такие интересные часы. Тоже старые часы. Они даже тикают. Не знаю, слышно вам или нет, но эти часы реально тикают. И интересно то, что это часы, которые нужно заводить. Здесь есть механическая часть, пружина. Ты их заводишь, и они ходят. Это прикольно. Я давно не видел таких часов. Хорошо. Мы заехали в эту квартиру буквально вчера, поэтому я еще не посмотрел все. Мы только-только разложили наши вещи. Мы развесили одежду. Вот здесь наши скейтборды с Юлей. Здесь наша обувь. И смотрите, вот здесь стоят книги. В этой квартире и вообще в советской квартире вы будете видеть книги очень часто и очень много. Потому что, ну, такие интеллигентные, интеллектуальные люди, да и просто среднестатистическая семья в СССР любила читать. И книги было трудно достать. Ты не мог просто пойти в магазин и купить книгу, да, например, Лермонтова. Да, ты не мог купить книгу Лермонтова. Но люди по-разному доставали эти книги. Иногда легально, иногда полулегально, иногда нелегально. Давайте пройдем в гостиную. Гостиная или зал или большая комната. По-разному это место называют. Мы здесь сразу же видим типичную и, наверное, самый главный атрибут советской квартиры. Это стенка. Это называется стенка. Стенка это несколько элементов мебели. Шкаф, что-то типа серванта и еще один шкаф. Ой, мне кажется, у каждого человека, который жил в Советском Союзе, была какая-нибудь стенка. Это, наверное, постсоветская стенка. Что есть интересного в этой стенке? Ну, во-первых, вы видите, что снова здесь есть книги. Да, здесь есть книги. Какие книги? Давайте посмотрим, какие книги здесь есть. Снова Лермонтов, Толстой, Война и мир, том 2. Есть какие-то не очень известные мне писатели. Например, Мережковский. Я слышал про такого писателя, но я никогда его не читал, поэтому я не могу ничего сказать. Ну и есть, конечно, супер популярное в советское время писатели. Например, Джек Лондон. Джека Лондона очень любили. И вообще, почти в каждой советской книге было предисловие. То есть, в начале книги было написано, почему эту книгу нужно читать советскому человеку. Считается, что Джек Лондон... У меня просто есть такая книга дома, что Джек Лондон критиковал капиталистический строй. Поэтому его печатали в СССР. Он был достаточно популярен. Здесь чуть выше есть тоже книги. И вот это старые книги. И вот здесь книги, которые мы уже привезли с Юлей, которые мы будем читать. Но книги это не так интересно. Здесь есть более интересные вещи. А именно ГЖЕЛЬ. ГЖЕЛЬ. Посмотрите на эти вазы. Вот видите, эти вазы. Это фаянс. Скорее всего, это фаянс. Это не фарфор. Это фаянс. Вот здесь написано ГЖЕЛЬ. Вот. Посмотрите на этот рисунок. Вернее, на эту роспись. Ваза расписана вот таким образом. Есть еще одна ваза. Вот эта ваза. Посмотрите, это тоже ГЖЕЛЬ. Тоже рисунок. Белый фон и такая голубая роспись. Эта традиционная роспись называется ГЖЕЛЬ. Это стиль. Традиционный стиль русской росписи. Вот, посмотрите, здесь еще есть, по-моему, это сахарница. По-моему, это сахарница. Вот так она выглядит. Вот такая вот роспись. Она была очень-очень-очень популярна. Ее экспортировали в разные страны. Это, ну, в общем, ГЖЕЛЬ считается таким исконно русским, традиционным искусством. ГЖЕЛЬ это не только роспись, но это и сама керамика. Да, керамика. Ну, я думаю, что это фаянс. Почему ГЖЕЛЬ? Потому что была деревня ГЖЕЛЬ. И в этой деревне, ну, или рядом с этой деревней люди придумали вот такой вот тип росписи. И я слышал, что там впервые начали делать такую керамику типа фарфор. Первый фарфор был сделан именно там. Поэтому это прям вот такая традиционная русская вещь. Есть еще вот такие вот стаканы. Ну, не знаю. Это уже что-то более, конечно, современное. Это не традиционное русское искусство. Но тем не менее. Вот, кстати, смотрите, еще ГЖЕЛЬ. Да, вот, пожалуйста. Видите? Я не знаю, как все эти элементы посуды называются, честно говоря. Потому что я современный человек. Но моя бабушка знает все. Она знает, как называются... Вот как называется это. Это, кстати, хрусталь. И, возможно, это салатница. Такая тяжелая штука. Видите? Хрусталь. Вообще, прям очень красиво. Вот еще есть такая хрустальная... Не знаю. Может быть, тоже салатница. Я не уверен. У моей бабушки были точно такие же штуки. Точно такие же. Вот. Это хрусталь. Ну и здесь снова ГЖЕЛЬ. Я думаю, что это уже что-то более современное. Здесь, видите, двухглавый орел. Ну, это либо ГЖЕЛЬ, либо это как бы сделано в стиле. В стиле ГЖЕЛЬ. Да? То есть, похоже очень. Хорошо. Здесь еще есть очень интересный элемент, который мне нравится. И это люстра. Обратите внимание на эту люстру. Обычная люстра. Ничего особенного. Но если включить свет, то она загорится синим. Или... или синим. Так. Или красным. Или вот таким фиолетовым. Или снова синим. У этой люстры есть несколько режимов. Причем видно, что это не современная люстра. Это какая-то старая люстра, но не советская. Я думаю, что может быть... Не знаю. Может быть, она была сделана в Китае. Может быть, еще где-то. Вот здесь есть картина. И, честно говоря, эта картина мне нравится гораздо больше, чем картина с львицей. Хотя львица, конечно, ничего. А вот здесь, смотрите, здесь есть видеомагнитофон. Видеомагнитофон. Или мы еще называли их видеоплеер. Видеоплеер, видеомагнитофон это то, что может проигрывать кассеты. Видеокассеты. Это просто... Это мое детство, друзья. Это мое детство. Я давно не видел кассеты. Здесь есть диски. Ну, диски это неинтересно. И здесь есть кассеты с фильмами. О, а это... Кстати, а это же... Это же... Это же кассеты от старой видеокамеры. Смотрите, Polaroid. Ого-го! Точно! Это кассеты от видеокамеры. Наверное, на этой кассете есть какая-нибудь видеозапись. Было бы интересно посмотреть. А может быть, она и пустая. Смотрите, телохранитель с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. Вот, видите? Моя мама очень-очень любила этот фильм. Что здесь еще есть? Так, здесь у нас каникулы в Простоквашино. Мультфильм. Серые волки о заговоре против Никиты Сергеевича Хрущева. Я не смотрел такой фильм. Прикольно. В общем, много-много старых видеокассет. И, конечно же, видеомагнитофон. Вообще, вот такой видеомагнитофон, сделанный в Японии, это в конце восьмидесятых и в начале девяностых это было просто мега-суперценная вещь. Просто мега-суперценная вещь это была. Каждый хотел иметь такой видеомагнитофон. И я помню, что когда у нас появился такой видик, мы называли их видик, это телек-телевизор, а это видик-видеомагнитофон, то я был просто в восторге. Вау! Я могу смотреть фильмы! Следующий элемент это вот этот комод. Но это относительно современный комод. Это не старый комод. Такие статуэтки. Я, кстати, не знаю, насколько они... Ну да, это достаточно старые статуэтки. Видите, собаки. Охотничья собака. И вот такая собака. Ваза с сушеными цветами. Кстати, выглядит очень неплохо. И самый-самый главный элемент, который здесь есть, это второй тип традиционной русской росписи. Он называется хохлома. Вот, посмотрите на это. Это... Это... традиционная роспись, которая называется хохлома. Вот здесь есть такой... Такая штука. Маленькая штука. Возможно, для соли или для... Ну, наверное, для соли. Да? Или для каких-то специй. Вот еще одна емкость. Такая вот интересная. И есть такой большой кувшин. Большой кувшин. Конечно, все это использовалось в основном как декоративный элемент в городе. Хотя я не знаю. Мне кажется, намного круче было бы, если бы люди использовали это в быту. Потому что, ну, посмотрите, это достаточно красиво. Вот это называется хохлома. Какие элементы здесь есть? Здесь есть ягоды. Ягоды земляники и листья земляники. И здесь есть ягоды рябины. Вот эти ягоды это рябина. Это традиционные элементы хохломы. Сейчас молодые люди, конечно, не очень ценят хохламу. И, ну, я не знаю, она не очень популярная. Она сейчас не модная. Да? Но! Но! Мне кажется, что мода вещь цикличная. И почему-то мне кажется, что через несколько лет вот такие изделия с такой росписью, что вот такой рисунок, да, что он снова будет популярен. Потому что сейчас это считается как что-то бабушкина. Бабушкин рисунок. Как бабушкин ковер на стене. Да? Сейчас это молодым людям не нравится. Но мне кажется, что такая вот уникальная роспись обязательно должна быть популярна в будущем. Кстати, вы можете спросить. Макс, а где здесь ковер? Почему здесь нет ковра на стене? Здесь есть какая-то картина современная, но здесь нет ковра. В чем дело? Где ковер на стене? А я отвечу вам, друзья, что ковер уже не на стене, а ковер уже на стенке. Посмотрите туда. Видите? Вот это ковер. Его убрали. Ну да, ковер сейчас это уже такой пережиток, да? Это уже что-то очень устаревшее. Современные люди не любят ковры. Еще один элемент. Это самовар. Элемент русской культуры, русской традиции чаепития. Я не знаю, откуда точно к нам пришел самовар. Чай пришел из Китая. Возможно, из самовар. И скорее всего, самовар пришел из Китая. Но это было так давно, что сейчас уже мало кто об этом помнит. Но самовар все знают. Самовар, по сути, это такой чайник. С помощью него люди кипятили воду и пили чай. Вся семья сидела за столом. Большое количество человек. Вот сюда наливали воду. Ну, это электрический самовар, да? Но вообще сюда наливали воду. А вот здесь сверху было отверстие для угля или для небольших поленьев. Ты зажигаешь этот самовар. Внутри уголь. Уголь греет воду. Вода закипает. И вот здесь есть носик. Ты его поворачиваешь и наливаешь чай. А сверху сюда можно поставить чайник. Чайник с чаем. И этот чайник будет всегда горячий. Как называется эта роспись, друзья? Гжель. Да, именно. И это тоже керамика. Это керамика. Это такие декоративные... декоративные разделочные доски. Здесь есть обычная функциональная разделочная доска. А есть вот такие декоративные разделочные доски. Но окей, есть еще вопрос. Здесь есть поднос. Как называется этот тип росписи? Хохлома. Да, это хохлома. Причем здесь есть еще зеленые элементы. В хохломе использовались желтый, красный, черный, иногда зеленый, иногда голубой. Но вообще вот это классический вариант. Здесь есть еще пару интересных вещей. Это терм... ну, во-первых, собака. Собака... у собаки иногда срывает башню, и собака превращается в бутылку. Мечта каждого алкоголика. Вот. И есть термосы. Вот это мой термос, современный термос производства Ikea. Ну, по крайней мере, я купил его в Ikea. Ничего интересного. Чистый функционал. А вот это, друзья, это настоящие китайские термосы. Дело в том, что Советский Союз и Китай очень дружили. И в СССР из Китая привозили термосы. Видите, здесь вообще нет ничего на русском языке. Все на китайском. Кай открыть, гуан закрыть. Вот. Мы открываем, нажимаем эту кнопку и горячее вода льется отсюда. И посмотрите, кстати, на традиционный китайский... на традиционную китайскую роспись. Да, я не знаю, как она называется. Но мне кажется, есть что-то немножко похожее с хохломой. Правда? Что-то есть. Ну, или с кжелью. Ну, традиционная роспись, она всегда похожа. И есть еще один термос. Тоже местный. И он тоже китайский. Я думаю, что я обязательно буду использовать эти термосы, потому что я люблю пить чай. И это очень удобно использовать вот такой старый-старый, но еще функциональный термос. Здесь есть еще много интересных элементов. Например, вот этот спиртик в шкафу. Спиртик! Интересно, это чтобы пить или чтобы дезинфицировать вещи? Не знаю, я думаю, что все-таки для дезинфекции. Но, друзья, я заканчиваю на этом это видео. Надеюсь, вам было интересно. Вы выучили несколько слов на русском языке. И до встречи в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok